Всем привет! Сегодня мы будем тестировать ледяную банши. Этот герой появился недавно и обладает новым дебафом, который дает противнику слабость к яду. Это новая механика, которая появилась после обновления 1.13 и у меня аж руки чешутся скорее, это протестировать имба это или не имба. Давайте разбираться. Это редкий герой, типа атака из фракции орды нежити. Начинаем с навыков. Первый навык поцелуй смерти. Атакует врага 2 раза. Если на цель действует слабость к яду, каждый удар с вероятностью 80% накладывает яд 5% на 2 хода. Урон зависит у нас от атаки. С помощью книг видим, что можем эту вероятность повысить до 100%. Таким образом, при наличии на противнике слабости к яду, мы будем получать 100% на 2 яда 5% на 2 хода. Что звучит очень круто, особенно если в команде у нас еще и будет контратака, то у нас получается не кислый такой ядовичок. Смотрим формулу урона. 2,2 умножено на атаку. А так как это у нас 2 удара, соответственно получается 4,4. Казалось бы, просто какой-то космический мультиплеер. Но у этого персонажа атаки всего лишь 1046 единиц атаки. И тут возникает вопрос. Тот, кто придумывал у этого героя, вы точно понимаете, что такое типы героев? Объясните мне, как у персонажа атаки может быть атаки меньше, чем у персонажа поддержки атаки? Вот смотрите. Хозяйка душ. Это персонаж поддержки. У нее атаки 1046. Ну в принципе, что то же самое. Только тот персонаж атаки, а это персонаж поддержки. Вот персонаж атаки, где урон работает также от атаки. 1300, 1200, 1200. Ну да ладно. Плюс комментарий, если вы тоже считаете, что тот, кто придумывает персонажей, ни черта не смышляет в персонажах. А мы пока смотрим второй навык. Злорадство. Атака по врагу заполняет шкалы хода команды на 2% за каждый штраф на цели. Откат у нас 4 хода. С помощью книг можем уменьшить до 3. И тут у нас прям аж некий залив. Если речь идет о КБ, у нас там максимально 10 штрафов. То есть получаем 20% залива каждому. Формула урона 6,5 умножена на атаку. В общем, мультиплеер выглядит как действительно у персонажа атаки. Но то, что там атаки 10-46, плюс это атака не АОЕ, а сингл. Поэтому, ну, как-то ударит. Оденете на нее лютый шмот с большой атакой, с крит шансом 100% и с лютым крит уроном. Да, она ударит сильно. Но опять же, лучше этот шмот отдать другому персонажу, у которого нормальные параметры базовые и нормальные мультиплееры. Третий навык. Морозный тлен. Атака по врагу с вероятностью 10% накладывает слабость к яду 25% на 2 хода. Этот шанс увеличивается на 10% за каждый штраф на цели. Если будете использовать этот навык в конце, то есть, к примеру, мы зашли на кланового босса, у нас уже 9 дебафов там есть, мы накладываем этот 10, то у нас 100% срабатывание. Но забегая вперед, скажу, что в целом накладывают очень даже стабильно. Я героя уже потестировал до записи этого видео. В принципе, особых претензий к накладыванию я не имею. Откат у нас 5 ходов, с помощью книг можем сократить до 3 ходов, что тоже шикарно. Формула урона 5, умноженная на атаку. И также у нас имеется аура, увеличивает меткость союзников во всех боях на 35 единиц. Немного, не мало, радует, что во всех боях 35 для рарки вполне приемлемо. Здоровье у него 14700, как для персонажа атаки вполне приемлемо. Атака 1046, это просто ни о чем, вот просто ни о чем. Защита 1000 для персонажа атаки, тем более рарки, это прям жирненько. Скорость 99, также жирненько, это прям быстро. Крит шанс стандарт, крит урон 50, это минимальный, который может быть. Сопротивление 30, меткость 10, что, кстати, ничего себе, как для рарки, аж целых 10 меткости дали. Смотрим оценки клановой битвы 4 и 3, дальше просто мраки, просто мраки. Думаю, они маленькие, потому что персонаж плохо бьет, он плохо качается, если его использовать напрямую, как персонажа атаки. Но, если мы будем его использовать за яды и за слабость к яду, то тут я считаю, что оценки должны быть выше на порядок. Все это вы увидите, когда мы пойдем в бой. Далее переходим к нашему персонажу. Одета она у нас в сеты кражи жизни и скорости. Это исключительно для подземелий и для КБ. Сапоги на скорость, доспех на защиту и перчатки также на защиту. По бижутерии знамя на меткость, амулет на здоровье и перстень также на защиту. По книгам смотрим, она у нас вся флова, отлично. И таланты у нас выглядят следующим образом. И коли этого персонажа считают персонажем атаки, не вопрос. 12-6, компания, погнали на невозможном. Тут почему-то очень странно работает автобой, он бьет дефолтным ее навыком. Напомню, что самый большой множитель у нее 6, это на втором навыке. Ну и также на первом навыке у нее получается 4-4, это довольно-таки высокий множитель. Обычное значение это 3-6-3-7 для не АОЕ атак. Но всему виной, ее очень низкая атака с помощью шмота. Это очень плохо качает. Лучше бы ей сделали 1200-1300 атаки и снизили множители. То есть это бы работало совершенно по-другому. Также напоминаю, что у персонажа нет АОЕ атак. И на самом деле на волнах ему попросту делать нечего. Этот персонаж становится уже профитным, когда речь идет о сражении с боссом. Также я решил зайти к 20-му дракону. По цвету она вполне подходит. Смотрим на волнах. Опять же, автобой почему-то использует первый ее базовый навык. Ну как по мне это очень странно, потому что в автобой на самом деле всегда было все равно, что куда тулить. И тут почему-то он решает просто им не пользоваться. Ну такое. То есть понятное дело, что скорее всего это будет непрофитно. Потому что ей сперва нужно наложить слабость к яду. И уже только потом она со своего базового навыка будет накладывать яды. А этого героя вполне возможно уже другие добьют. И вроде казалось бы он все делает правильно. Возможно. Но нет. Потому что все-таки урона больше наносится со второго и с третьего навыка. Также в команду я взял аутара. Как по мне это из бюджетных очень хороший ядовик. И я буду сравнивать ледяную банши с аутаром. У нашего экземпляра получилось около 3000 защиты. Поэтому в принципе удар она держит хорошо. Ну и в общем волны нам не интересны. Она здесь вообще ничего полезного не делает. Переходим к дракону. Итак ждем. Ох ты. Смотрите. Автобой понимает, что это босс. И накладывает у нас уже слабость к яду. Смотрим далее. Добавляя базовый навык. И у нас стабильные два яда уже висят. Атаман у нас продлевает. Отлично. И еще добавляет. Так тут у нас аутар. Со своей стороны навешивает 4 своих яда. Причем по 3 неплохо так прокнуло. И что кстати следует заметить. Значит 57 866 единиц. Это когда есть слабость к яду. Когда слабости к яду у нас нет. То дракон получает 46 293 единиц урона. С одного яда 5%. То есть в принципе неплохой прирост у нас получается. Тут я взял все в свои руки. Чтобы посмотреть как что работает. И посмотреть как работает заполнение скорости. Потому что мне было непонятно. По тому как я смотрел. Казалось что она заполняет шкалой не всем. А только одному союзнику. В общем все работает все нормально. И дальше смотрим уже урон. То есть время не смотрим. 3-3 в принципе это приемлемо. Но я в конце его немного испортил. Потому что начал в ручном режиме играть. Потому что мне просто было интересно как работают навыки. Потому что до этого видно было что в тобой как бы не особо хотел это использовать. Аутар у нас набил 1.2 миллиона. Ледяная банши тоже почти 1.2. 1.1. И как по мне это очень показательно. То есть среди рарок это походу топ ядовик. И конечно же нас интересует что этот персонаж представляет из себя на КБ. Команда у нас незамысловатая. У нас есть контра в виде череполома. У нас есть тарел это разлом. У него аура хорошая на увеличение защиты. И у него срез атаки. Особенно когда есть контра это все отлично работает. Атаман продлеватор. Но ни в коем случае нельзя давать в руки автобоя. Потому что иначе забудьте о том что такое продление. И свинка про него тоже все знают. Это хороший ядовик. Также с очень крутыми бафами. Решил я играть все это дело в ручном режиме. Навесил я слабость к яду. Тут же атаман отлично подхватил и продлил. И с базового навыка мы видим что уже у нас навешались тут яды. Атаман конечно далеко не визир. Продлевает он очень нестабильно. Из хорошего то что у него также есть еще щиты. И баф на блок дебафов. То есть я подгадываю так чтобы перед тем как КБ будет станеть. Чтобы на союзниках у меня висели эти бафы. И тогда стан никто не получает. Мы ничего не теряем. В принципе забить полоску ядами вообще не составило никаких проблем. То есть ледяная банш действительно как ядовик. Это действительно очень хороший перс. Если речь идет о том что у нас это босс. Ну тем более КБ. То сперва накладываем слабость к яду. И тут из плюсов то что автобой это выкупает. То есть вначале накладывается слабость к яду. И потом уже он начинает использовать ее базовый навык. Чтобы накладывать эти яды. Так же скорости у меня у всех подогнаны под скорости КБ. Это пятый КБ. А ледяную баншу когда я собирал. То придерживался принципа. Чем больше тем лучше. Вторым навыком на КБ я не пользуюсь. То есть мне залив вообще не нужен. Потому что иначе у меня будет контраст подать. Ну и забегая вперед скажу. Что под конец боя все таки скорости у меня рассинхронизировались. И я уже потом начал использовать залив. Но по итогу имеем практически 29 миллионов урона. Неплохо. И смотрите что ледяная банши 12 миллионов. Стальной череп. Это же та же самая свинка. Ну которую я люблю. Я все время хожу с ней на КБ. Только около 7 миллионов. Поэтому в заключении хочется сказать. Это не персонаж атаки. Переминуйте. Что угодно это. Но это не персонаж атаки. Как персонаж атаки этот перс не работает вообще. Поэтому у этого перса и такие маленькие оценки. Как ядовик. Как залив. То есть более того у меня пачка построена через контру. Еще лучше этот персонаж раскроется в пачке на спид мету. То есть где есть заливы. По моему мнению на данный момент это топ ядовик среди рарок однозначно. Если вам не хватает хорошего ядовика. Вы еще только развиваетесь. Всем падает яга. Это отличная замена яга. И этого перса можно достать откуда угодно. То есть если с батл пасса вам сейчас он не светит. То вплоть до того что с зеленого шарда вы можете достать этого персонажа. А на этом у меня все. Буду с вами прощаться. Всего хорошего.